всем большой привет и я решила записать это видео просто наверно поболтать излить душу сейчас есть такой момент что для вообще для всех да сейчас же кризис и в любом случае это на всех абсолютно отразилось и дизайнеры оказались не исключением не там постоянно будут грызть кошки прищайте внимание да и я себя знаете поймала на мысли что я не хочу переквалифицироваться я не знаю вообще чем я хочу заниматься дальше я не бросаю стоковую деятельность да то есть я также продолжаю заниматься каким-то дизайнингом также продолжаю рисовать и просто хотела поделиться своим каким-то нынешним состоянием что действительно после того как шаттер у меня лично доход просил причем наполовину наверное вот спасает конечно то что у нас в принципе знаете достаточно были простые запросы и даже если мы будем зарабатывать 500 долларов да в принципе на эти деньги в турции можно жить и это очень спасает да конечно было бы гораздо сложнее у меня ситуация если бы мы жили где-нибудь например в москве вот так как мы живем в турции на побережье тут в принципе дешевое точно жилье но особенно если вы живете просто . местные никакую туристическую виллу снимаете а просто как местные дешевые продукты да то есть в принципе в турции жить можно даже на небольшом доходе и сейчас я столкнулась перед таким фактом что я вообще не знаю то есть чего мне хочется чего мне делать куда мне двигаться чем мне заниматься единственное что меня вдохновляет сейчас за религия на которые деньги то особо то не заработаешь вот и съемка видео на мой второй канал и только это меня вдохновляет сейчас у меня даже есть не поверите у меня даже есть заказ на фриланс до сделать там обложку и меня это вообще ни разу не вдохновляет я снимала видео не выложила его на этот канал о том что переходить там если вы стокер да допустим на моих видео вы учились вас есть уже какие-то навыки в любом случае и переходить на базу фриланс добрать какие-то заказы и не поверите вот у меня сейчас есть заказ да я его взяла я за него попрошу там примерно 100 долларов если выполню и меня он не вдохновляет я понимаю что такие большие деньги это не такая большая работа но я думала реально меня это спасет так просто буду брать заказы и это как бы вернет меня в рабочее русло нифига нифига я опять же из-под палки себя заставляю работать опять же из-под палки я пытаюсь хоть что-то сделать опять же из-под палки я хоть хоть как-то начинаю не знаю думать о работе кстати тема фриланс это тоже такая нужна отдельная история который принципе неплохо было бы на самом деле реально рассказать и выложить видео да то есть как искать заказы то есть как брать чего начинать потому что этого мой уже какой заказ наверное заказ 3 4 5 не помню честно как строить какую-то ценообразование да то есть как вообще работать кстати 100 долларов это такая то есть я сказала просто я так предполагаю да возможно меньше больше наверное вряд ли ну в общем ладно и я не знаю может быть потому что у меня опыта в этом нету да именно во фрилансе поэтому меня это очень активно не зажигает но я понимаю что потихонечку по ходу моя история дизайнера то ли заканчивается то ли что и мне так больно это осознавать на реально какая-то боль в душе от того чтобы какая-то гигантская часть моей жизни уходит или как-то мутирует и я этим вообще никак не управляю я не могу никак это контролировать и конечно это очень-то печально эти вот все метаморфозы когда мы к чему-то привязались а теперь нам приходится с этим отчасти попрощаться да ну именно в той форме в которой это существует сейчас честно говоря никогда не думал я просто не готова была к этому я думала этого у меня никогда не настанет и я вспоминаю себя три года назад какая я была заряженная на рисование какая была вдохновленная меня так все это вдохновляло я реально думала так будет вечно я не ожидала что это закончится приведет к какому-то выгоранию стагнации и когда это наступило я думала она пройдет теперь я понимаю что уже слишком такая затяжная история она может быть и не пройдет тоже время это мой основной доход это мой практически единственный доход если не считать youtube а дизайн мой действительно единственный доход и как бы было бы знаете как то неприятно что его лишиться то есть тут уже упирается в то что а чё я умею вообще делать то да помимо этого что я еще умею за что люди другие готовы будут платить деньги я даже пыталась просто на какую-то обычную работу устроится но мне честно говоря тоже удовлетворение это не приносит вот и наверно такой какой-то сложный период когда он закончится и понятия не имею усугубилась все это короны вот так мне некоторые пишут что я не отвечаю в комментариях смысл писать мне комментарии если я на них все равно не отвечаю да действительно это факт я как-то у меня был такой период на ю тубе да именно в ведении канала что у меня были положительные комментарии и я даже старалась отвечать то есть всем лайкала а потом когда пошли негативные комментарии хейты и я поняла как это больно это реально больно и я в один момент перестала в принципе читать комментарии у меня был такой период да и наверно он до сих пор так сохраняется что очень часто я вообще не читаю комментарии от слова совсем но это такое этот какой-то такой небольшой мазохизм когда ты читаешь не не так много гневных комментариев на в этом-то и прикол что у меня их не так много но вот 10 приятных и один какой-нибудь гадкий и все уже настроение испорчено думаешь да нафиг это вообще надо зачем я вообще это все читаю да поэтому это такое такое дело читать комментарии а я не представляю у кого большие каналы и там куча хейта я не представляю каким надо быть человеком чтобы все это выдерживать реально ну в общем да я надеюсь этот канал не умрет я очень в это верю что все таки как-то стабилизируется нормализуется в моей жизни но пока что это какая-то вот такая вот история я понимаю что это не уникально да и другие люди тоже через все это проходят и все это как бы каждый человек у каждого человека в жизни иди кушай и что ты меня боишься а там нету ничего а нет есть кот на окне рыжик ты можешь уйти в кадр а ты не в кадре в общем да я понимаю у каждого человека бывает такой период в жизни просто не все освещают это в интернете я наверное это делаю просто не знаю чтобы если кому это полезно вот посмотрят да что такие вот смена ориентиров наступает и что с этим делать честно говоря не понятно и я понимаю что мне сейчас наверное просто ждать и в таком лайт версии продолжать то что я делала раньше да то есть как идет так идет и просто ждать ну просто реально ждать как было когда одна дверь закрывается другая обязательно откроется просто понять пока непонятно где она откроется вот ну если быть наверное позитивным я все таки думаю что моя профессиональная деятельность сложится в какой-то цифровой сфере то есть все таки где-то где-то это что-то будет какой-то цифровой продукт или творческое что-то не знаю честно говоря пока реально не знаю а может просто пойду где-то полы мыть и буду счастлива да вот абсурд но возможно я буду даже гораздо счастливее чем имея какую-то там а-ля карьеру какой-то красивый бизнес да можно иметь что-то некрасивое быть гораздо более счастливым в общем да желаю всем счастья желаю всем найти себя найти свой путь может быть ничего не бояться и оставаться не знаю оптимистом или с верой с верой в лучшее с верой в бога может быть все всем пока спасибо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...